Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях замечательный гость, редкий гость Андрей Петрович Зрягинцев. Наконец-то он смог к нам приехать. И я думаю, у нас получится очень интересный разговор с Андреем Петровичем не только про кино, но и... Я бы хотел начать так. Разумеется, Андрей Петрович уже тысячу раз, наверное, даже больше тысячи рассказывал о том, как так получилось, что он стал режиссером. Но я бы хотел спросить именно Андрей Петрович, вы потеряли что-то или обояли что-то другое, когда стали режиссером, а не актером, как хотели сначала. Или, я не знаю, как бы... Ничем-либо не пожертвовали, становясь режиссером. А прежде всего я хочу сказать, что я стал Андреем Петровичем буквально в этом году. Почему-то я здесь же был, по-моему, вот в этой же аудитории, за этим же столом. Это было три года назад или четыре, в 2007 году я все еще был еще пока Андреем. Так что, понимаете ли, прогресс, процесс идет. Что я потерял или приобрел? Да нет, я, пожалуй, однозначно могу сказать, что приобрел. Конечно, приобрел возможность. Вот есть такая формулировка. Актеры населяют мир, а режиссеры его создают. Режиссер создает пространство, пространство мыслей, пространство, то, что называется фильмом, ткань фильма. А актер ее населяет, так что это две совершенно разные роли. И та, и другая обладают своей силой, но сказать, что ты что-то потерял, шагнув по другую сторону камеры. Это будет, наверное, несправедливо. Во всяком случае, в моем случае это точно так. Я закончил ГИТИ с актерским факультетом в 90-м году. В 90-м. А в 2003-м случился фильм «Возвращение». Вот за эти 13 лет, с 90-го по 2003-й, я сыграл только в двух спектаклях. Для актера это практически вообще ничего. Ну, представьте себе, за 10 лет, за 12 лет. Последний раз, я помню, это было именно в 2002-м году. Мы во Францию поехали. Это была победа. Мы уже со спектаклем, с Тургеневым, вместе с деревней. Поехали во Францию и целую неделю играли спектакли. Это было мое последнее турне, что называется. Вот. Так что моя актерская судьба была не из лучших, скажем так. Все эти эпизоды, в которых я снимался, они не то, что ничего не значили для меня, а просто были какой-то возможностью не оставаться в профессии, а искать возможность хоть что-то сыграть. А не возникает ли у вас тогда желание иногда приостановить съемочный процесс, выйти на площадку и сказать, я сейчас покажу вам, как нужно снять это. Значит так, я сейчас вам покажу, как это надо сыграть. Да, нет, честно говоря, нет. Это называется в нашем деле, это называется показ. То есть режиссер иногда показывает актеру, как нужно сыграть тот или иной эпизод. Я иногда прибегаю к этому способу, но для себя его называют так. В этот момент ты показываешь не как нужно сыграть тот или иной момент, а что. Да, то есть ты не вербализируешь смысл, ты не говоришь ему, тебе нужно здесь вот сыграть то-то. Как правило, слова врут. Знаете, мне очень нравится фраза у Картасара есть в игре, в классике. Слова эти черные суки. Хорошее выражение. Они лгут. А энергия смысла, она чаще всего… Смысл очень часто перетекает через энергию, через существо того, как ты его транслируешь. Вот, поэтому сейчас, если говорить хочется или не хочется. Нет, никогда не хотелось, но иногда ты соскакиваешь на это и подсказываешь как-то актеру, что нужно сделать. А скажем, после 2003 года, чтобы сохранить какую-то честность, скажем так, по отношению к себе, о которой вы говорили уже не раз, вы отказывались от каких-то, не знаю, высокобюджетных проектов, от того, что вам предлагали? И предлагали ли? Вы имеете в виду, я где-то говорил про честность? Что-то я такое говорил, да? Да. Говорил. Кто меня тянул за язык? Ну, под честностью, да. Там я, наверное, разумел… Ну, да, наверное, отсутствие компромисса в том, что ты делаешь. Пока, к счастливым образом, мне это удается. Ну, я не кривя душой могу сказать, что я еще пока не делал ничего, во что бы не верил. Вот, мне так счастливым образом удалось как-то выстроить свою биографию так. Мне крупно повезло с человеком, который дал мне огромный аванс, невероятный. Повторюсь, образование у меня актерское, исключительно актерское, никакого другого. Вот, и в 2001 году, когда… Даже нет, раньше, в 2000-м, когда Лесневский, Дмитрий Лесневский, продюсер, генеральный продюсер канала, на тот момент канала «РНТВ», предложил мне делать, как режиссеру, довольно ответственный такой участок, что называется, три фрагмента 25-минутных для сериала. Это было уже, ну, не равно подвигу, ну, это он человек рисковый. Вот, взял ее и предложил мне это сделать. У меня не было ни диплома об окончании в ГИК, никаких оснований вообще, ничего. За спиной ничего, и никакого даже шаурила, так называемого, с которым можно было показать, что я делал. Вот, он просто поверил. Ну, какую-то рекламу я делал, но это не основание для того, чтобы снимать что-то большее. Вот, а потом, тогда же, в 2000 году, он вдруг предложил, давай сделаем полнометражное кино. Это уникальный шанс. Уникальным он продолжал оставаться, поскольку те условия, которые он предлагал, и то доверие, и тот вот мощный кредит доверия, который он мне выказал, он, конечно, позволил мне быть свободным. Свободным в том, что я делал. Слава Богу. Так было и с изгнанием, и так далее. То есть, пока, пока у меня не было такого момента, где мне бы пришлось согласиться с тем, что, ну, ладно, хорошо, так и быть, я сниму вот это, или откажусь там от этого, и так далее. Я от нас. То есть, таким образом, я хочу вспомнить ваш последний фильм, Елена. То, что мы увидели в этом фильме, отражает полностью ваше представление о современном российском обществе? Или нельзя назвать это какой-то компиляцией? Компиляцией? Я имею в виду, что... Простите, моя ошибка. Ничего, ничего, ничего. Я имею в виду, что это не типы, да? То есть, мы говорим не о типичных людях, а о какой-то реальной истории в данном фильме. Или что вот мы должны были вынести из него? Потому что я знаю, что отзывы очень противоречивые, и мы очень долго спорили сами насчёт этого. Я не знаю, что должны вынести зрители из того, что они увидели. Я придерживаюсь такого мнения, что фильм рождается в голове смотрящего. То, что ты представляешь собою, то ты видишь... Знаете, есть такое, по-моему, Марк Аврелий сказал, «всё чисто для чистого взора». Вот, другими словами, ты сам в своём представлении о том, что ты видишь, транслируешь самого себя. Не только мы смотрим фильмы, но и фильмы смотрят нас. В тот момент, когда происходит это действие, ты на самом деле обнаруживаешь самого себя. Поэтому говорить о том, что я ждал от зрителя, какой реакции, чего я там хотел ему сообщить, это всё... Этими словами пусть другие занимаются. Я придерживаюсь другой идеи. Я считаю так, что, во всяком случае, в случае с Еленой, эта картина сделана максимально, как это возможно, объективным взглядом. То есть мы рисуем некую такую картину, на которую смотрим вместе со зрителем. Мы, как авторы, не входим в неё расставлять акценты. Мы не говорим, вот это хороший, это плохой, вот это типы, а это не типы, а вот так мы видим эту жизнь. Мы знаем, что она такая. Я, например, вижу, что она такая. Там нет ни одного подлога. Там нет ни одного выдуманного, измышлённого или намеренно закрученного обстоятельства. Всё, что вы видите в Елене, это всё, что я... Слово даю, что это есть... Слишком мрачная картина выходит. Ну, понимаете, нельзя создать вещь, в особенности, если это не роман, у которого огромные возможности. Марсель Пруст, например, к примеру, да, он говорит об огромном мире, гигантском, вот, всего-то величиной с его жизнь, да. Так вот, кино – это полтора часа экранного времени. За полтора часа экранного времени рассказать обо всём – это просто бессмысленная задача. Рассказать обо всём, что есть в мире, значит, явить на экране представителей всех сословий и всех точек зрения на мироустройство, вот здесь у нас, скажем, в стране – это просто непосильная задача. Это война и мир, я не знаю. Это большой роман. Это другая структура. В фильме работают очень простые вещи. Вот завязка, вот развязка. Две позиции. Серёжа с его иждивенчеством и бесконечным таким, как белка в колесе, таким деторождением, да, неосмысленным, совершенно бессмысленным каким-то таким коловращением воспроизводства. И оппозиция ему. Катерина с её идеями child-free именно потому, что она подчёркивает обратную точку. Вот две диспозиции, они взяты, как бы сказать, за основу. Ну и старшее поколение. Три слоя. Старшие мы, скажем так, это вот наше поколение Серёжа, Серёжа, Татьяна и Катя. И следующее поколение. Вот всё, что мы могли взять. И как-то посмотреть на эту историю с определённой стороны. Вот и всё. Это только один срез, один взгляд. Мы не претендуем на обобщение. Но взгляд мрачный, да. Хочу вам сказать также, что эта история писалась по заказу английского продюсера, должна была быть снята на английском языке. Это было главное условие проекта. Вот это должен был быть фильм, снятый где-нибудь в Британии или в Америке. Вот мы написали сценарий, у нас герои были Хелен, Ричард, Дэн, Кэтрин и так далее. И где-то там должны были снимать. Пока ещё к тому моменту, когда был написан сценарий, не решили где. Вот ясно было, что нужен был англоязычный драматург, который нам бы там подсказал какие-то нюансы. Скажем, вот этот коррупционный момент с взяткой, выкупом от армии, это только у нас, возможно, только в этой стране. Я не знаю, где-нибудь в Африке в Дикой. В цивилизованном мире такого быть не может. Мало того, просто мне продюсер же сказал, понимаете, любой человек из шахтёрского городка, заштатного, имеет возможность получить гранты, ну, если не в высшую школу поступить куда-нибудь, ну, по крайней мере, получить достойное образование. Так живут там. Вот поэтому этот момент там не работал, и нужно было привлечь сюда какого-то британского драматурга, который бы нам подсказал что-нибудь другое. Значит, у них тоже свои трудности. Так что эта история рождалась как универсальная. Мне кажется, она универсальная и остаётся, при том, что она имеет, скажем так, внешние свои признаки истории, снятые в России. Но мне кажется, универсальность её, ну, трудно отрицать. Я в этом убедился в Торонто. Слушайте, я недолго отвечаю на вопросы. Я убедился в этом в Торонто, где фестиваль в Торонто собирает очень большое число зрителей со всего мира. Там в основном иностранцы. Была какая-то русская часть, диаспора канадская. Но в основном вопросы задавали иностранцы. Зал мест на 300, 400, два таких показа, и дважды были вопросы-ответы. Минут по 40 мы говорили. Я ждал, когда будет вопрос. Какой-нибудь вроде того, что, господи, дескать, можно... Неужели у вас в России вот так? Я ждал, будет ли такой вопрос. Его не было. Его не было. Что меня лишний раз убеждает в том, что всё понятно. Это человеческая история. Так что, если и мрачно, то везде. А в какой стране тогда происходит действие фильма «Изгнание»? И можете ли вы рассказать, в какой стране происходит фильм «Изгнание»? Фильм «Изгнание» происходит в душе смотрящего. Да. Того смотрящего, в ком этот фильм сеет зерно. И это зерно прорастает. Иногда оно падает в такую почву, где люди просто... Ну, не отворачиваясь от фильма, он просто в них не рождается. Тут ничего не поделаешь. И я тоже ничего с этим поделать не могу. Вот и всё. Ребят, ну мы тогда переходим к вопросам издала. Прошу вас. Вы первые. Да, пожалуйста. Меня зовут Павел. Андрей Петрович, будьте любезны. Фильм «Елена» соткан из определенных образов и символизма, которые зрителю предстоит расшифровать. Не могли бы вы немножко остановиться на каких-то моментах таких ярких, которые вы считаете, вот из первых уст можно поделиться, да? И там есть один эпизод, когда Елена едет, и там лошадь... Та самая белая лошадь со мной. Что ж такое? Почему ж так лошадь весит? Знаете, в возвращении, сейчас я вспомню, в возвращении было ящичек. Вот ящичек всем не давал покоя. Елене лошадь. А в изгнании, кстати, я не помню. А, просто не нравится. Ну, не нравится. Что ж такое? Деревья тут у вас в самом начале. Что ж это такое? Так вот, по поводу лошади. По поводу лошади. Ну, во-первых, я вам хочу сказать следующее. Относительно символов. Что я думаю о том, что такое символический язык? Потому что мы можем долго говорить на эти темы, но пока мы не договоримся хотя бы о том, как мы с вами понимаем это понятие, мы будем говорить о разных вещах. Лично я не сторонник того, чтобы кино использовало символический язык. Что я называю символом? Символ, как некий знак. Такой, что-то неподвижное и абсолютно однозначно трактуемое. Ты идешь по коридору, видишь фигурку, изящную фигурку возле двери. Ты понимаешь, что это знак. Женская комната. Она против мужская. Вот, вот что я называю символом. Это символический язык. Это раз и навсегда впаянное значение. Вот смотри сюда, это означает это. Вот, в кино, мне кажется, иногда, в некоторых случаях, люди ошибочно называют символом то, что на самом деле является аллюзией, отсылом к каким-то рифмой или образом. Образ, поэтический образ – это не символ. Поэтический образ, он гораздо шире, чем символ. Он трактуется по-разному. На один и тот же предмет два-три человека будут смотреть и читать будут разные смыслы. Если бы так было с символом, то в женском туалете собрались бы все. Понимаете? Вот. Поэтому, вот если говорить, возвращаться к символам, в меньшей степени, как мне кажется, в Елене присутствует такая работа с такими вещами. Вот. Вы смотрите на это как на символ, потому что он почему-то вас озадачивает. Что-то как-то… Вам кажется, что в этом что-то есть. На самом деле я могу объяснить, что это для меня. Кто-то даже, кстати, углядел в этом следующее. Кто-то, кто читал интервью или слышал, я об этом много говорил, что вот британский продюсер, который предложил четыре проекта полнометражных, отдельных, совершенно самостоятельных, четыре полнометражных фильма должны были снять. Ребята, значит, режиссер, он искал режиссеров в Северной Америке, в Южной Америке, в Европе и в Азии. Вот. В Европе он обратился ко мне и предложил этот проект, назвал тему так, апокалипсис. И кто-то говорит, а, ну понятно, апокалипсис. Ну, это лошадь, это всадник апокалипсиса. Ну, это ж понятно. Вот. Я говорю, подождите, подождите, нет, нет, нет. Он мне, ну как, ну что же вы мне будете рассказывать? Нет. Это всадник апокалипсис. Он там лежит, прикрытый, значит, брезентом. Белая лошадь и так далее. Белая, кстати, отвечая на вопрос, почему она белая? Исключительно потому, что это просто контрастное изображение. Ну, контраст на сером, на черном асфальте, он должен был быть черный, но серый. Но все равно на темном гораздо лучше работает светлая. Ну, то есть, здесь просто контраст имел место. Как бы выбор в сторону белой лошади был именно такой. Белая лошадь и так далее. Она сразу видна. Вот. Не то, что там гнидая какая-нибудь, или, не дай бог, в яблоках. Так вот, что это было для меня? Мне казалось, мало того, на днях я еще даже услышал это тому подтверждение, что это работает. Значит, сначала расскажу, что именно это для меня. Для меня, я уже возвращаюсь к первому своему ответу или второму относительно объективного взгляда, мы просто рассматриваем факт, не вмешиваемся в него, не трактуем хорошо-плохо, не делаем никаких моральных заключений, мы просто смотрим за развитием событий. Но в этом месте как бы через эту лошадь, через это событие предложено, мне казалось, что это будет работать, зрителю как бы войти в интерьер ее, Елены, души, скажем так. Мы как бы попадаем в ее внутренний мир, мы становимся как бы ею. И я позже уже это еще осознал, что даже и решение визуальное, в общем, так и сложилось, интуитивно, и рационально изображение. Я говорю о том, что мы видим профиль Елены, за ее спиной мы уже слышали разговор девочки со своим дедом. Дед, замолчи, помолчи, вот этот разговор, потом они оба замолкают, трогается электричка, и в тишине она ой, смотри, смотри. Естественно, на этот зов любой откликнется, куда смотреть. Елена поворачивает голову, и в этот момент, когда она повернула голову, мы с камерой вместе как бы просто поворачивая камеру за проплывающей мимо лошадью, теряем Елену, и как бы становимся ее субъективным взглядом. Никогда в фильме мы не видим какую-нибудь ситуацию с ее точки зрения. Там всегда объективный взгляд, и только здесь псевдо-субъективный. Вот. И буквально там на днях девушка, человек, женщина одна. по-моему, это хит. Ну, я как-то сначала, думаю, погорячился, назвав ее девушкой. А потом, почему вдруг человек? Да, так вот. Ну, потому что на самом деле это не имеет значения кто. Она сказала, потому что это мог сказать и мужчина, и молодой человек, кто угодно. Короче говоря, она говорит, она вдруг говорит, вот в этот момент, она же так реагирует на эту лошадь. Она ведь вся дрожит и трясется. Я говорю, подождите, а вы вспомните, где вы это видели? То есть, она не успела даже ее увидеть. Мы сразу становимся на ее точку зрения, и дальше мы ее видим только проходящей к подъезду. Она у подъезда не дрожит и не трепещет. Она, да, точно, точно. Я говорю, это вот как раз так и работает. Вы вошли в нее, вы понимаете, что с ней в этот момент происходит. И все. Вот отвечая на ваш вопрос. Никакого символа. Никакого. Лошадь просто лошадь. Это как у Фрейда, помните, да, анекдот про дочку, которая говорит, папа, как ты мне сегодня ночью снил... Не знаете этот анекдот? Нет? Вы не знаете этот анекдот? О, слушайте, надо его рассказать. Он очень короткий, но очень емкий, я бы сказал. Значит, дочь Фрейда утром говорит, папа, мне сегодня снился банан. Что бы это значило? Фрейд ей отвечает, милая, знаешь, банан, иногда банан это просто банан. Так и с лошадью, только лошадь и ничего более. Следующий вопрос, прошу вас. Я хотел вернуться к вашему актерскому прошлу, если не начали с этого. Как ваш опыт по ту сторону камеры или на сцене помогает вам в понимании актеров, с которыми вы работаете, в донесении вашей мысли, просто в донесении вашего видения во время процесса съемочного, впоследствии? Я хочу сразу сказать, что очень сильно помогает. Очень сильно помогает. Я знаю, что очень многие актеры, знаю это и по себе, по своему опыту прежнему, и просто знаю из общения с актерами, очень многие попадают иногда в ситуацию, где режиссер просто не чувствует специфики работы актерской. Вот для того, чтобы преодолеть это противоречие, даже были созданы курсы, давно причем, давно достаточно, в театральном. Например, у нас в ГИТСе есть, был, и я думаю, остается факультет актерский, где учатся от 20 до 22, 25 актеров одновременно на курсе. А есть курсы, где режиссеры учатся вместе с актерами. Это один единый курс, у каждого свои задачи, но они варятся в одном. То есть, каждый видит работу другого. И это очень полезно, это очень правильно, чтобы режиссер понимал, что это такое. Часто ты видишь режиссера, говорят, ну давай, сделай, ну как же, ты же, ну а давай, почему? А он не знает просто, что, как бы сказать, как к нему подойти, с какой стороны, потому что это очень тонкая работа. Очень тонкая работа. Я для себя, зная по своему опыту, знаю, что, знаете, есть даже такая поговорка, актеры, это те же дети. Это очень нежные существа. Очень, как бы они ни были брутальны, они очень взрослые и так далее. Они очень трепетные, очень сенситивные. Они, я бы сказал, у них глаза на спине, они видят все. Вот так устроен организм, он на все реагирует, он видит какие-то тонкие вибрации. Тебе кажется, что ты ничего вроде как не выдал себя, а он видит это. Вот они такие. Это актерская природа. Так вот, если актер почувствует, что им недоволен режиссер или не любит его, а просто взял, потому что его так вот внешне он подходит, то актер, как и любой человек, если человека не любят, он не в состоянии превзойти самого себя. Поэтому, выбирая актера, лично я нахожу просто контакт. Если я вижу, что контакт пошел, что, знаете, сосуды работают, сообщающиеся, с легкостью, никаких препятствий нет, это знак того, что с этим актером нам по пути. У меня не было никогда никаких конфликтов на площадке с актерами, таких производственных или таких творческих, потому что понимание какое-то, оно рождалось сразу. И ты невольно, находя своего такого единомышленника и человека, который тебя понимает и чувствует, ты невольно любишь его. И из этой любви, влюбленности как в человека, рождаются его чудеса. Люди способны себя превзойти. Вот это главный критерий – любить актера. Инициировать любовь, не инициировать, а как бы симулировать ее. Просто невозможно. Он это увидит, как всякий человек. Симуляция здесь не пройдет. А просто органически как-то это сделать. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Конечно, помогает. Я получил два образования актерских. Когда я поступил в Москве, в ГИТИС, на актерский факультет, мне говорили, зачем ты закончил театральное училище четыре года в Новосибирске. На какой черт ты? Ну, хоть поменяй специфику. Режиссура. Я говорю, не-не-не, я хочу быть актером. У меня два образования актерских. Такой длинный путь. Восемь лет я вот до этого. В общем, знаю, как устроена актерский аппарат. И мне кажется, я, зная это, могу ему помочь в работе. Да? Меня только зовут Елена. Я хотела бы у вас спросить, будет ли фильм «Елена-2»? Я не могу сказать, я не могу сказать, я не могу сказать, это не продолжение этой истории, а вот тот взгляд, который вы смогли перенести на экрану с учетом того, что происходит в обществе. То есть в этом фильме взята одна ситуация, и вот и люди в этой ситуации, их поведение, и то, как они живут в этой жизни, в этих условиях, в которых, к сожалению, да, вынуждены жить. Вот будет ли что-то еще подобное? Не обидать нам об этой стране, но тем не менее об этом времени и о том, что происходит. Интересно. Честно говоря, не знаю. Я прямо говорю вам, я не знаю, потому что и фильм «Елена», собственно, родился из, по сути, в водке. Но этот фильм заставляет задуматься, я к чему говорю, потому что хотелось бы, чтобы и молодежь тоже задумывалась над этой жизни. Он заставляет думать и смотреть на мир. И может быть даже в чем-то, даже, ну, если не воспитывать себя, то, по крайней мере, может быть, поддерживать. Вообще, оно должно как-то воспитывать. Заставлять на мир смотреть не только под определенным углом. Нет у вас таких инфекций? Нет. Спасибо. Я понял ваш вопрос по поводу воспитания. Это длинный разговор. Стоит только встать на тропу того, что искусство должно воспитывать, можно просто подойти к черте, где ты начинаешь отдавать эти самые оценки моральные. И по сути, в общем, если ты транслируешь якобы некое свое понимание и знание, которое ты вынес, как моралите такое из жизни, ты особого приобретения не несешь в обществу. Потому что все, что ты можешь сказать, это, что нужно творить добро, что любовь объединяет, ненависть разъединяет. То есть простые вещи, они и так всем должны быть понятны. Мне кажется, что пора такого этих идей о том, что искусство должно нести воспитательную функцию, проходит и должно пройти. Но я слышала ваши слова вот до этого об воспитательной функции. Об воспитательной функции. Да, что вы не сторонник. Я считаю, что этого добра достаточно. Вот хоть кто-то, наверное, должен все-таки делать что-то другое. Мне нравится пока вот эта позиция. Я еще убедился в этом, прочтя лекции по литературе на боковские. Не помню, в какой именно, в русских лекциях по русской литературе и по зарубежной он там говорит как раз о том, что вот эта воспитательная функция, что это все фетиш какой-то придуманной идеологии. Сначала сперва идеологии не кинокритической, а литературной критики Добролюбов, Писарев и Белинский, который Набоков рассматривал как пресс художника. С одной стороны был пресс это цензура царская, а с другой стороны критическая мысль, которая двигала художника творить вот это. Понимаете? Он утверждает, что художник должен быть свободен, наблюдать жизнь, передавать то, что он видит. Передавать, да, передавать. Я говорю о том, что работа над воспитанием это внутренняя работа каждого. Вот каждый сам решает. Никого нельзя призвать к тому, что воспитываетесь. Нет, ну выбор-то сделает, естественно. Или, по крайней мере, впрыгнуть какой-то позитивный. Да. Ну давайте я отвечу на ваш первый вопрос относительно Елены. Я вам скажу так. Значит, вот Елена родилась как заказ совершенно внезапно, случайно. Просто она возникла из ниоткуда. Этот замысел сам. Ее не было. Не было ни заготовок, никаких, не было ничего. Были три сценария, которые по-прежнему у нас лежат на столе с Олегом, наши с Олегом Негиным замыслы. Вот. Один из них это это 11 век, 1015 год, Киевская Русь, Киев деревянный и так далее. Борис и Глеб вот это время. Вот. Так что там никакой современности нет. Хотя я думаю, что там отчасти будут какие-то смыслы работать. Хаос и вот этот языческий дичь, в которой брошено все общество, мне кажется, очень параллели очевидны с тем, что с нами происходит сейчас. И вдруг вот на этом фоне появляется в таком мороке вдруг появляется мысль, там, путь воина, воин, который становится монахом. Вот такая история. Причем подлинная история. Ну, насколько она может быть подлинной в священных текстах описано жизнеописание одного святого. Это первая история. Грандиозная по замаху, бюджетная очень и так далее. Она лежит сейчас на столе у Роднянского, он думает запускаться с ней или с двумя другими. Вторая история, это еще более древняя история, это четвертый век до нашей эры. Совсем древность. И третья, это Великая Отечественная война. Это 42-43 год. Так что никакой современной истории, вот в том самом смысле, о котором вы говорите, актуальной, сегодняшней, здесь и сейчас, пока нет. Но не исключено, что она может родиться. Потому что происходят какие-то события, которые наталкивают тебя на что-то и так далее. У вас на футболке написано что-то интересное. Не могли бы прочитать и прокомментировать. Могу. На футболке написано следующее. Я, кстати, не знаю языка. Настолько хорошо, чтобы перевести это самостоятельно. Мне перевели это те люди, кто подарили ее. А позже скажу, кто. А фраза такая. Театр – это моя жена. А кино – это моя любовница. Эта фраза принадлежит Ингмару Бергману. В этом году… А, да, там еще на спине чертенок, которого он нарисовал. Что, дескать, если кто-то не будет выключать свет в одной из его комнат, лично, дескать, убью. Вот. Такой чертенок с вилами. Я был на неделе Бергмана в этом году, в июне месяце, по-моему. Вот. Провел там фантастические пять дней. Это маленький остров Фарио. Там, по-моему, три тысячи, если не меньше, жителей. Крошечный остров. И это место, где там последние годы, где-то с 65-го года, по-моему, вплоть до, собственно, смерти в 2007 году Бергман жил. Вот. Это было его любимое место. В 60-м году, я не помню, сколько ему было лет, посчитайте. В 60-е, родился в 18-м, в 60-е, 42 года. Он в 60-м году приехал на остров Фарио по совету, по рекомендации продюсера искать натуру для фильма «Сквозь тусклое стекло». И позже говорил, что я был уверен, что места на земле для меня нет. Просто нет. Я не знаю, где мой дом. Я жил в разных местах, в разных городах, но все это было не то. И вот только приехав на Фарио, он понял, что это его родина, это его дом. Там он купил себе сначала одну недвижимость, я думаю, за копейки, потом вторую, третью, построил себе дом прекрасный. Он работает как музей, крайне редко туда пускают посетителей, ночью там никто не может остаться и так далее, и так далее. Я прошел по этому дому, мне показали, директор этого фестиваля, Янеке Олунд, вот она, собственно, подарила мне эту футболку. Вот. И вот она, значит, показала мне все эти места и так далее. Дивное место, в общем, потрясающий опыт. Я пять дней ездил по этому острову на машине, личной машине, собственно, той самой машине, которая была машиной Бергмана. Представьте себе, что это такое. Я не вожу, у меня нет руля, мы были с переводчицей, естественно, я не говорю ни на шведском, ни на английском, так, чтобы заказать блюдо могу, но так, чтобы разговаривать, как с вами, у меня не получается. Вот. Это я говорю в аудитории МГИМО, где люди знают по два, по три языка. Стыдно, черт побери, но ничего не поделаешь. Так вот, вот, собственно, вот это и написано на футболке. Прошу вас. Следующий вопрос. Анатолий Петрович, в своем интервью одном из вы говорите. Паскаль говорит, что если бродерей не заграгивается на отношении человека с Богом, оно никого не умеет. И вообще бессмысленно. Так вот, в связи с этим вопрос. Елена, это такой приговор нашему обществу, потому что мы такие, именно потому что в предыдущей фильме знаний вы похоронили веру, героиня ее, похоронить веру нельзя. Она живет, пока жив человек. Это невозможно сделать, поэтому этот смысл так нельзя трактовать. Не стоит. Ну, как минимум, не стоит. Я стараюсь не вмешиваться в интерпретации, но здесь я бы все-таки какую-то такую пометочку бы для себя, для вас сделал. Это то, что делает Марк, это то, что делает Алекс, это то, что делает человек. Но это не значит, что она похоронена. Я бы так сказал. Она будет жить до тех пор, пока будет жив человек, потому что религиозное чувство неотменимое чувство. Его не отменила советская власть, понимаете, так что, которая была грандиозна в своих масштабах изъятия, из обихода каких-то очень важных смыслов. Так что, нет, я ссылался на Паскаля, причем, кстати, надо уточнить, он ли это, честно говоря. Но я думаю, что это его мысль. Думаю, что да. Просто этот смысл важен для того, чтобы себя держать в, как бы сказать, в тонусе. Вот, и все. Но и, конечно, здесь, безусловно, мне кажется, и в Елене тоже об этом речь идет. Тут много об этом сказано. После того, как был готов фильм, я помню, у нас были дискуссии с Олегом, когда фильм был готов. Позже я изъял оттуда несколько эпизодов. Ну, два как минимум, совершенно точно. То есть, все, что там оттуда вынуто, это правильное решение, я до сих пор так думаю. И, кстати, скоро, в конце ноября или в декабре, выйдет DVD с фильмом, с Еленой. Там будет второй диск, это будет фильм о фильме, о том, как снималась картина. Вот. И там более полутора часов материала, так что вы можете это все увидеть. И в частности, весь фильм разбит просто на главы, на короткие, от 6 до 12 минут. Вот. Одна из глав, так и называется, эпизоды, не вошедшие в фильм. Там все это можно будет увидеть. Я даже думаю, что вы поймете, почему они оттуда вышли. В частности, я хочу сказать, что два эпизода напрямую как бы вводили голос автора. Вот автор как бы начинал себя транслировать. Вот. Там были два такие фрагмента, которые надо было изъять. Вот. Но в числе этих изъятых фрагментов Олег, например, предлагал убрать эпизод в храме. Говорит, нужно его убрать, просто не нужно даже связывать никак эту историю с этим контекстом. Почему-то он так полагал. Но я решил, что нет, это нужно оставить. По сей день считаю, что это очень правильно. Это окончательное мое мнение, что это нужно было оставить. Поскольку, я не знаю, нужно ли это объяснять вам. По-моему, этот смысл очевиден. что человек определяет его поступок. Поступок, который является не просто там намерением, которое декларируется как-то в словах, а поступок, который необратим. Вот ты сделал это, это значит, что ты это сделал. Его определяет именно поступок. Об этом Мамардашвили говорит. Сознание человека определяет себя в тот самый миг, когда человек выбирает себя. Выбирает между... черным и белым, красным и зеленым, между да и нет. Он делает выбор. В этот момент сознание начинает говорить. А не в тот момент, когда это сознание на протяжении многих часов что-то вам рассказывает. Понимаете? Так вот, в этой ситуации, в ситуации с Еленой, она делает поступок, и она делает вот это намерение. Она совершенно искренне приходит туда и ставит свечку. Она совершенно искренне хочет ему здоровья, и их жизни, продолжения. но определяет ее именно то, что она делает. Поэтому вот эта диспозиция, вот эти два события, они просто должны были быть. Ну вот как-то так. Вот у нас девушка давно хочет задать вопрос. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Скажите, пожалуйста, а какой из ваших фильмов вы считаете своим любимым можете назвать? Любимым? Да. Любимым? Я не знаю, честно говоря. Итальянское кино? А, вообще любимым? Нет, из ваших. Я услышал, что из своих. Из своих итальянских фильмов я... Ну, я очень много и часто и везде говорил, что моя жизнь, мое сознание, как человека, занимающегося творчеством, изменилось в тот день, когда я увидел фильм Антониони «Приключения». Вот это мой главный фильм в моей жизни. За ним было... Конечно, я жадно стал искать, а это 88-й год, никаких видео не было. Я помню, в 89-м мы как-то не контрабандой, а как-то так пришли в гости к какому-то другу и посмотрели последние танго в Париже, а потом еще «Крестный отец». И просто ошалили. Вот вы должны понять контекст. Не было никаких айфонов, передающих ютюбовские файлы. Ничего этого не было вообще. Вот фильм ты мог посмотреть только в кинотеатре, это еще раньше. И вот с появлением видео ты мог это увидеть вот в 88-м году, когда я увидел это на экране в Авгике, «Приключения», я стал искать Антониони. Я увидел «Затмение», я увидел «Ночь», влюбился в эти фильмы. Все, для меня это был первый режиссер и так далее. Но я даже понимаю, что «Затмение» более совершенная вещь, потому что она там ритмически так устроена. То есть там ну просто потрясающее кино. Посмотрите, если вы не видели «Затмение», это вершина вообще мирового кино. Это шедевр. Это бесспорное лидерство. Это вершина Джамалунгма. Вот там же и «Ночь», и «Затмение», и «Приключения». При том, что «Приключения» было освистано. В 60-м году он был в Кане в конкурсе. Его освистали. Фильм не приняли современники. Он просто дальше идущий гораздо, чем то, что они могли воспринять. Вот. И вот, пожалуй, вот так. Но потом появилась куча других фильмов и сличать их как-то неправильно. Но вот с этого момента у меня изменилось отношение вообще к кино, к кино и к языку кино, к возможностям. кино. Вот как-то так. До этого это просто транслировалось какая-то содержательная часть, сюжетная. А тут я увидел, что не нужно даже сюжета. И ты видишь живых людей. Там, там, ну там, просто там чудеса происходят. Два человека ходят и ищут третьего. Просто ходят и ищут его там, там. И мы не понимаем этого человека, можно ли найти или нет. Потому что она исчезла совершенно непонятно как. На острове. Они ходят по острову молча и ищут. Вот. Ну это удивительный фильм. Это очень красивый, волшебный фильм. Что касается своих, я не могу. Разделить невозможно. Они все мои любимые. Я думал, что Нью-Йорк, я тебя люблю, будет как бы так. Ну, ну, сниму фильм, ну хорошо. Сниму, попробую, что такое работать с английской группой, с американской группой. Когда ты один говоришь по-русски, все остальные на английском. Что это такое вообще понять? Вот. И подписал договор. Договор, где обязательным пунктом было файнал кат. Окончательный монтаж за продюсером. Я понимал, что я по-другому не буду настаивать на том, что мой, зачем, потому что, ну, вот. А в результате снял его, смонтировал. Он оказался больше на секунду 30, чем нужно было. Продюсер сказал, что 7 минут и не секунда и больше, и никак иначе. И тут я встал насмерть и бился до конца. Я говорю, в конце концов, у тебя файнал кат, делай, что хочешь, но это, говорю, будет не мой фильм. И надо отдать ему должное, имея право файнал ката, он не решился резать фильм по-своему. То есть он очень благородно поступил в высшей степени. благородно. Да, вопросы здесь есть. Сейчас я помню. И потом, да? Да, я в длинную, самую длинную руку, жадную. Я вижу ваш следующий вопрос, я отвечу на эти. Как вы относитесь к критике? Это очень короткий ответ, поэтому, почему в фильме Елена нет ни одного положительного персонажа? Вот это к вопросу о старых, о прежних стереотипах, что ли. Я пытаюсь с ними в себе бороться. Такого кино много, достаточно. Пожалуйста, находите там для себя пищу, положительный персонаж, отрицательный персонаж. Я нахожу в этом какой-то такой уже не атовизм, а отжившую форму. поскольку мы же не мыслим так в жизни. Мы только субъективно можем реактивно как-то так прореагировать. Ух, какой отрицательный персонаж. Но на самом деле человек огромен, объемен, разнообразен. Иногда может превзойти самого себя, иногда пасть ниже плинтуса. Это все в одном и том же человеке. Нет положительных и отрицательных. Есть люди, живые люди. К критике я отношусь следующим образом. Значит, да, кстати, у нас запустился сайт. Я хотел здесь сегодня вам объявить адрес. Если хотите, можете записать. Можете туда уже заглянуть. Там еще есть какие-то недоделки, недоработки, некоторые страницы в разработке, но там, в общем, собран практически весь объем того, что мы можем предложить. Адрес простой. Первая и последняя буква английского алфавита A-Z тире дефис фильм четыре буквы Филипп Иван Айс точкой Мне в других аудиториях приходится это проговаривать. Короче, фильм четыре буквы, но вы знаете, как это пишется. Точка ком или точка ру вот. Вот он уже здесь. Представляете, что творится? Чудеса. Просто чудеса. Так вот, там есть высказывания и о критике в частности. У нас там сайт есть, на сайте есть ссылка на передачу с Познером. Там, по-моему, я высказался ясно об этом. Конечно, это очень жестко может быть звучит, но это не мои слова, это Джон Осборн сказал. Спрашивать у художника о критиках это все равно, что спрашивать у фонарного столба о собаках. Эти аплодисменты отнесем ему. Но, если же говорить не так жестко, а как-то конструктивно, смысл в том, что вообще, наверное, не вам это говорить, сейчас время принесло скорости эти дикие возможности, принесли, скажем, как бы сказать, приносят такую, приносят за собой, несут такое выхолощивание, такую безответственность в говорении, ну, тому служит, кстати, интернет во многом, вот эти все анонимы, блогеры и прочее, прочее, когда ты просто можешь сказать все, что тебе заблагорассудится, в кинокритической мысли несет за собой следующее последствие, то есть ты должен увидеть фильм и что-то о нем написать, и чем скорее ты напишешь, тем это будет, как бы сказать, заметнее, да, вот эта скорость мысли, нужно иметь право на эту скорость, нужно иметь образование, нужно иметь широту познаний, глубину взгляда на предмет, а это все требует, согласитесь, времени, просто времени, и этот закон, еще Пушкиным изобретенный другими впоследствии на разные лады, и у Толстого есть эти мысли, у Пушкина это звучит очень лаконично и ясно, судить произведение нужно по тем законам, которые художник, создавший произведение, ставит над собой, и никак иначе, это должно быть максимой, как бы аксиомой, нельзя подходить, скажем, к изгнанию, как бытовой истории, и судить ее с бытовой точки зрения, ну нельзя, нужно же понимать, что эта вещь устроена по-другому, и хотя бы просто разобраться в этом, в этой архитектуре этого здания, понять, на чем фундамент основан, какие там конструкции держит это все, понимаете, это очень важный момент, поэтому мое отношение к критике, к подавляющей части того, что является кинокритической мыслью у нас, это беглый, беглая попытка на самом деле транслировать самого себя, вот просто показать, какие я словечки знаю, какой я образованный, и как я вижу это кино, и никакого, на самом деле, большого такого, сказать, большой работы в этом нет, уважения нет, написать такую статью ничего не стоит, просто поупражняться в словословии, и все, к сожалению, это так, а киноакадемическая мысль, так называемая, академическая, то есть люди, которые вглубь смотрят, она не в общем доступе, что называется, вот сейчас одна преподаватель, Людмила Клюева, преподаватель в АВГИКе киновического факультета собрала сборник текстов от студентов и от людей сторонних, не только, то есть не от людей учащихся и работающих в АВГИКе, вот собрала целый сборник, большой, массивный такой материал о кино, там обо всех фильмах будет, о возвращении, изгнании, о Бусидо, об Абскуе, то есть все, включая 14-страничный текст, а крошечные новелли Нью-Йорк, я тебя люблю, в общем, такая серьезная работа сделана, я надеюсь, что очень скоро она это сумеет опубликовать, вот, пока мы не нашли издателя, но вот ищем, мы, я говорю, потому что там целый коллектив, я в этом как-то пытаюсь этому помогать, так вот там серьезная работа, и здесь же, кстати, на сайте есть, например, текст препарата профессора Гиберна, написанный Евгением Васильевым, об изгнании, вот удивительная работа, человек 2 месяца, как я потом с ним связался, я говорю, откуда вы взялись, как вы вообще, у меня было ощущение, что он целый год, пока мы работали над сценарием с Олегом вдвоем, и много чего говорили, о многом, отбрасывали что-то, отказывались, привносили снова какие-то идеи, добавляли в сюжет какие-то новые коллизии, линии и так далее, вот все эти разговоры он там просто взял и описал, у меня было ощущение, что он с нами рядом весь год сидел и слушал, то есть я хочу сказать, значит это можно увидеть, а какой-то человек подходит и говорит, слушайте, ну вот ваше изгнание, ну вот там, ну да, но я же понимаю, что брат смывает кровь брата, но это Каин, Каин, какая вообще аллюзия, какая может быть аллюзия, Каин Авель, при чем здесь, ну вот при чем, когда он вначале моет руки, смывает кровь брата, ну когда он сделал ему операцию, как может в голову войти такая вообще рифма, каким образом, я говорю, подождите, ну ладно, что вы мне рассказываете, я же знаю, ну это же понятно, потом значит, дальше он говорит, ну Ева, дай мне яблоко, ну понятно, какая Ева, и какое яблоко, и там еще что-то он углядел, а потом он говорит, ну я вижу это все, я все вижу, а где смысл, где связь между этими вещами, то есть они что-то видят, полагают, что видят все, считают, что именно они видят, а ты ничего такого не имел в виду, или вообще не видишь, что ты там сотворил, вот, и полагают, что их точка единственная верна. Я вот где-то часто говорил о том, что обыватель потерял всякий стыд, потерял, потерял, вообще стыд это очень сильная категория, вообще общество утрачивает эти смыслы, потерял, как бы сказать, не стыд, а потерял ощущение вот собственной ущербности, ну про совесть это отдельно, но это оттуда идет все, да, то есть он как бы решил, что вот, да, я нормально живу, я имею право думать вот это, так, и так далее, и транслировать все свои глупости, да, и вот эта утрата скромности, и как бы желание, ну вот я что-то там увидел, ну вот что-то не понял, ну помолчи, ну подумай, почитай, я не знаю, Васильева и так далее, может быть он тебе подскажет еще какие-то аллюзии, понимаете, так что вот так, я извиняюсь, что меня может быть занесло, это все, на самом деле не надо обо всем этом говорить, ваш вопрос. Да, расскажите, пожалуйста, как вы сработали с вашим оператором, как в принципе происходит творческий процесс, насколько вы работаете, как вы работаете? Как мы работаем? Еще добавление вопроса, у вас в начале фильма Елена есть такой кадр, где сначала снимается долго одна ветка, а потом, например, красиво ворона взлетает, как это было снято? Хорошо. Хорошо. И к добавлению, вы не могли бы еще рассказать о сцене траки? Пожалуйста. А что раз? Я знаю, что она снималась одним кадром, то есть там долго достаточно. Откуда? Откуда вы знаете? Там у меня брат. Ваш брат снимался там? А, я понял. Хорошо. Значит, первый вопрос, потому что про ворону отдельная история. Вы не представляете, сколько мы ждали. Мы не надеялись, что она прилетит. Вот. Выставили камеру и снимали, весь день просто ждали. Она наконец прилетела. Это на правах шутки, потому что на самом деле это было совершенно все по-другому. Выглядело. Я сейчас расскажу, как. Пока отвечу на вопрос про оператора. Если вы знаете, я работаю только с Михаилом Кричманом, вот, и счастлив этому союзу, потому что мне несказанно... Вообще, я говорю, я везунчик, мне крупный везет. Мне невероятно повезло с Лесневским, невероятно повезло с Мишей. Лесневский предложил снять три новеллы, короткометражные, для сериала «Черная комната». Я решил, что... Он говорит, ну, давай так, будем так считать, что ты снимешь три. Но для начала давай-ка ты сделаешь одну, а мы посмотрим, вообще получится ли у тебя это. И, зная, что я буду снимать три, а не одну, и не зная, с какой начну, я отобрал из сценариев три замысла, которые более или менее были ничего. Потому что, в общем, вот Бусидо, это первая история, она практически не переписывалась. Там поменялось название, поменялась игра, там были нарды, мы превратили их в шахматы. Появилась вообще вот эта коннотация с кодексом самурая, она появилась у нас, и так далее. Бушидо, и так далее. Вот. Рифма, ну, не рифма, а присутствие в кадре. Как раз кадры из фильма «Телохранитель» Акира Курасава. Кстати, блестящий фильм, советую всем. Вообще Курасаву надо смотреть. Вот. И что еще? Да. Так вот. Я решил, что я буду снимать с тремя разными операторами. Нашел всех трех, и в том числе Мишу. Я с ним не был знаком, познакомился благодаря посредничеству моего друга армейского. Он мне посоветовал, говорит, парень отличный, пока ничего не снимал, он кино не снимал, снимал музыкальное видео с БГ. У него были два или три клипа с БГ. Тот показал мне, Миша показал мне эти музыкальные клипы, которые меня, в общем, честно говоря, не впечатлили, это было, как бы сказать, общее место. Но, к счастью, там же был материал на этой же кассете такого домашнего видео, где он в Испании со своей женой Наташей, значит, они там путешествуют по Испании. И это было потрясающе, хорошо. Это было очень здорово. Я почувствовал, что этот парень очень талантлив. Вот. И, на мое счастье, та новелла, на которую я определил для себя Мишу, она была, снималась первой. И после того, как мы прошли этот путь, там, месяц подготовительного, четыре съемочных дня и так далее, я понял, что я больше не хочу работать ни с кем. У меня опыт был с другими операторами, я работал на рекламе. Но я понял, что я нашел соратника, я нашел просто свое, как я где-то же выразился, мне об этом припоминают теперь, что я нашел свои глаза. Но это действительно так. То есть, это абсолютно, как бы сказать, такое со... Ну, вот, счастливое соединение, две половинки, как говорят, применительно к мужчине и женщине. То есть, вот мы нашли друг друга, мне кажется. Вот. Мы не сразу это поняли. Вот. Миша, я помню, там просто, потом мне рассказал, что говорит, еще думал, еще два-три дня, я просто сбегу с этого проекта, я не могу с тобой вообще работать. И я говорю, знаешь, честно говоря, я тоже думал, что завтра я ему скажу, все, Миша, я не могу с тобой. Это было как раз перед Бусидо. Вот. Ну, то есть, притирались и так далее, но в конце концов, потом просто доверили друг другу, и все покатилось, как с горы. Это абсолютное счастье, работать, работать с Мишей вместе. Ну, это удивительно. Вообще, для меня, я живу, когда я снимаю кино. Вот если продюсер сейчас скажет, я вот сейчас умираю, честно говоря, вот он скажет там на днях, там через месяц, через два, запускаемся с этим, все, я воскресну, я начну жить. Потому что вот в этот момент начинается реальная жизнь. Действительно, то есть настоящая. Ты абсолютно подчинен каким-то правильным, нужным смыслам, и ты видишь, что ты их реализовываешь. Они превращаются из каких-то виртуальных вещей в материальную, вплоть, и в кровь. Это очень удивительный процесс. Так вот, работа с оператором, это работа над режиссерским сценарием. Мы садимся со сценарием за застольный период, и за столом сидим и работаем над фильмом. Мы придумываем его. Кто там что именно придумывает, рассказать об этом невозможно, потому что это просто варево. В течение полгода ежедневные практически встречи, разговоры в разных ситуациях, по телефону и так далее. Я не знаю, как это еще описать. Это просто жизнь, это дружба, это товарищество, это семья. Я говорю не только о Мише, это и Олег Негин, для меня очень большой человек в моей жизни, соавтор, автор сценария. Андрей Дергачев, звукорежиссер, он же композитор «Возвращение». Это все вот наш какой-то коллектив, счастливым образом как-то люди, нашедшие друг друга. Ворона. Ворона дрессированная. Если вы не заметили, там еще одна сидит ворона. Одна сидит, да, это тоже ворона, тоже дрессированная, но подслеповатая. Конечно, конечно. Я не сомневаюсь, что... Мы все запишем и вам потом передадим. Хорошо. Счастливо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Так вот, ворона. Весь первый план фильма, первый план, вот эти ветки, о которых вы говорите, это все снято в павильоне. То есть деревья, дом, балкон, стеклянное ограждение у балкона, деревья по фону, дома по фону, это все снято в павильоне. То есть, мы выстроили декорацию, внутри которой снимали квартиру, интерьер. Снаружи у нас был балкон. Вся эта платформа была поднята достаточно высоко, на метра полтора, наверное, от земли, с тем, чтобы мы могли, приблизившись даже к окну, к стеклу, не видеть пол, ну, пол павильона, пол. Вот. За окнами были поставлены, как в Новый год ставят елки на треногу, стволы приличного веса, они были на растяжке, они были поддержаны сверху на, ну, специальными транштейнами и тросами. Вот. Это просто деревья, спиленные и привезенные в павильон. А третий слой, это по всему периметру с трех сторон этой квартиры, это баннер такой растянутый, огромный такой, гигантских размеров фотография, фотография московского дворика. Тоже с деревьями. И поэтому стоит только камере двигаться внутри, в пространстве. Мы видим в вертикали оконные рамы, за ней мы видим стволы дерева, это второй слой, а третий слой сфотографированные стволы. И все эти три слоя работают, как бы создают трехмерное пространство абсолютной иллюзии, что это реальность. А можно вопрос? Да. Да, да, да. А правильно я понимаю, что это район Бутиковского переулка, Молочного переулка, да, вот этот район. А чем обуславливается именно выбор вот этого района? Потому что он достаточно модерновый по своей архитектуре. Он весьма... Он просто понравился, не более того. Мы однажды пришли туда, мы стали искать место, где бы мог жить Владимир. Вот. Искали где-то на Арбате, по Арбату, там у нас студия там, и мы походили по Арбату, что-то искали, даже нашли что-то, как экстерье. Вот. Интересное было пространство, тонкие такие деревья, я уж не знаю, что за дерево, такие тонкие черные стволы в садике перед домом. И дом где-то 70-х годов хороший такой, основательный, интересный. Не коробки эти. Вот. Что-то такое нашли, думали об нем. Вот. А потом случайно стали искать что-то другое и пришли в Бутиковский и увидели вот эту точку. И с этой точки открывался замечательный вид. Там мы искали натуру осенью, зная, что будем снимать весной, но ранней весной, когда почки еще не распустились, потому что иначе мы бы просто в павильоне не знали бы, что делать. Нужно было бы там листву какую-то развешивать искусственную. И, кстати, пока мы там снимали, эти деревья зацвели, у них появились листва, мы ее там даже срывали, по-моему. Вот какой силой обладает жизни дерево. Так вот, и, значит, и просто нашли это место, там прекрасное такое развесистое, такое корявое дерево выглядывало из-за дома, вот с этой точки. Вот. И в проем между домами виден был купол храма Христа Спасителя. Там было тихо, по атмосфере очень хорошо. И нам просто понравилось место. Вот и все. Ничем более. А потом уже в павильоне мы подгоняли вот этот экстерьер, вот эту отделку у дома в Бутиковском, в Молочном, вы совершенно правы, нас попросили переименовать этот дом, этот адрес. И мы придумали очень оригинальное решение. Я не знаю, на экране вы смотрели или в телевизоре, на экране это видно. Переулок называется Кисельный. Думаю, оцените. Эту шутку внутреннюю. Вы хотите уйти, да? Я, к сожалению. Да, конечно, конечно. На обсуждение ограниченное количество времени, поэтому давайте последние три вопроса Я хочу сказать, что это павильон. Мы снимали восемь или девять дублей. Два из них были с воронами, потому что были, это как в кино принято, варианты, ты снимаешь варианты. Вариант без ворон, вариант с воронами и так далее. И восход солнца, там поднимается солнце, это просто осветительный прибор, осветитель поднимал на специальном кронштейне по команде солнца. Солнце. Он поднимает. Вы все это увидите на сайте, это будет скоро. Сейчас там выложены только две главы, первая и четвертая, а их 11. Вот одна из глав, там как раз об этом есть немного изображений. Так, и был еще какой-то третий вопрос про драку. Драка была снята одним планом, да, действительно, одним планом, но все-таки впоследствии я ее немножечко разрезал. Там есть, да, там есть разрезка. Есть разрезка, потому что, потому что, ну, чувствовалось, что там виловато. Одним кадром. Одним кадром. Почему именно? Потому что не хотелось разрывать это состояние, не хотелось его монтировать. Мне казалось, что это очень правильно от самого подъезда пройти весь этот путь, и пока мы идем за их спинами, происходят мелкие какие-то события, когда проезжает машина, куда прешь, да, вот эти вот все. Такое вот, мне кажется, набирание какое-то, такое конденсирование какого-то ужаса, который должен случиться, что-то должно случиться. Там маячит этот огонек. Ну, мне кажется, это работает. Вот, они входят в эту чащу, в эти потемки, в этот морок. И вообще это место воспринималось как, знаете, такие адовые жерла какие-то, какой-то морок страшного, темного леса, стихии, хаоса и так далее. Вот этих всех смыслов. Не знаю, вот поставили такую задачу не монтировать драку, потому что смонтировать драку легче легкого. Вот сделать монтаж, удар, отлетел, кровь брызнула, это все очень просто делается. Вот, а сделать ее единым, схватить одним планом, это казалось важно. К тому же там есть эти идеи, они там работают неоднократно. Единым планом, шестиминутным, мы снимали, в фильм вошло пять минут, потому что мы начинали раньше и заканчивали чуть позже. Она уже набирала звонок, телефон и говорила, алло, вот, садилась на свое, на свое, это вот место, где она, помните, на общем плане, она решилась, встает, и идет в библиотеку, берет сборник, видаля, вот это справочник лекарственных средств, вот, и она как бы в итоге она и возвращается и садится так же лицом к окну и подносит трубку к уху, но только не говорит, алло. Так вот, это все длило шесть минут, единым, одним, длинным планом. Это хотелось сделать так, следить за ней в каждое мгновение, вот как-то так. Андрей Петрович, здравствуйте, хотел задать вопрос, наверное, предложение вопросов, коллеги, я поняла вашу мысль о том, что, собственно, тотальный взгляд с ним всегда в месяц расходов, и что, собственно говоря, наверное, нет смысла показывать всю предысторию героев, и показывать здесь и сейчас. Тем не менее, вопрос такой, когда вы этих героев создаете и создаете сценарий, у вас же, наверное, все-таки есть понимание, почему они такие, а не какие-либо другие. То есть у вас-то как бы является эта предыстория, вот в этой связи, как вы пользуетесь, что вы, собственно, уже, как сказать, частично раскрываете секреты своей творческой лаборатории, я вот рискнула продолжить в этом направлении. раскрывать. Меня лично очень задели две детали, на которые я не нашла ответ. Ответ пока, да, смотрела, причем я смотрела два раза, и, честно говоря, ни на первый, ни на второй раз ответ не нашла. Вот первый вопрос, который мне очень заботит, это вопрос, собственно, отношения Владимира и Елены. Я не знаю, как бы, как я поняла, опять же, я не поднимаю на истину, что любви в этой паре нет. Это себе вопрос, на чем он на ней женился? Он такой порядочный, он живет по законам как бы советского времени, когда это надо было делать, но все-таки там, когда это любовь была. Это вот первое, что меня вот как-то не отпускает. И второй вопрос, когда на сеть перед зеркалом рассматривать фотографии, или вы показываете фотографии. Вот женщина с ребенком, это кто? Женщина с ребенком. Так, подождите, дайте вспомнить. Вы имеете в виду, вы два раза смотрели, наверное, если дважды смотрели, то точно сможете ответить мне на вопрос. Когда камера наплывает на ее фотографию, справа от нее фотография с младенцем. Это Татьяна. А, то есть это мать Татьяна? Нет, это Татьяна, ее невестка. Она на руках держит младенца, неважно какого. Это либо Сережа, что вряд ли, все-таки 17 лет назад, либо, ну, скорее всего, что это вот недавний снимок, это она держит на руках вот этого младенца, у которого нет имени. Но в фильме его нет. Вот. Отвечаю на ваш первый вопрос по поводу любви. Я завидую вам, если вы полагаете, что объединяет людей в браке, в том числе, только любовь. я думаю, что случаются разные истории. Но здесь, в частности, можно сказать так. Вот я, кстати, не хотел бы, конечно, говорить о таких вещах. Вы просите меня, об этом я скажу, но так, чтобы осталось это между вами, между нами. Почему он решил жениться? Как бы просто снижить, как бы как женщина, с которой ему комфортно. Как многих животных. А, в этом смысле, в этом смысле. Вы имеете в виду, почему он женился без любви? Ну, во-первых, так. Ну, я бы так сказал. Во-первых, сомневаюсь, что они оба могли бы до этого события, главного события, оба могли бы с уверенностью даже самим себе сказать, что они не любят друг друга. Думаю так, думаю так, что лет 10 назад все-таки, когда они встретились, что-то было. Это, конечно, была не горячая любовь, там, первой парой 18-22, когда тебе, да, или там 30. Это все-таки пожилые люди, но ему 70, вот актеру 70, ей, актрисе, значительно меньше лет, чем она. Она играет пенсионера, пенсионерку, значит, ей 55 минимум. Я думаю, что 56, там, 56, может быть, там ей 57 примерно. Вот, и все-таки понятно, что они встретились там на излете жизни, согласитесь, уже с пониманием, что есть любовь, горячая, молодая, и так далее. То есть, это какие-то такие, в общем, отношения, ну, скажем так, я их называю так, договорные. Это контракт, это договор. Ему комфортно жить с ней, ей комфортно с ним. Это очевидно. Да? Ей негде было жить с ним. Ей удобно. Ей просто, ну, понятно, что ей удобно. Ей удобно, она содержит в чистоте порядке свой дом, его дом, а он содержит ее. Ей удобно от этого. она об этом даже говорит, что говорит, если бы не он, да, да, именно, и он, она говорит, что у нас не было бы даже этого, если бы там, и так далее. Но отвечать на вопрос, почему они женились два года назад, возможно, что она как-то его так допилила потихоньку. Это водится за женщинами, вы это знаете. Это женская позиция, что вы тут говорите. Знаете, где-то, по-моему, я слышал, женщина, сейчас, сейчас, ох, как же она такая прекрасная фраза. Нет, я не вспомню ее, нужно дословно передать. У Аскара Уальда есть. Аскар Уальд, мужчина и женщина. То есть, мужчина женится потому-то, а женщина выходит замуж потому-то. И там короткие определения. Вот как-то так. Я не знаю, другого объяснения у меня нет. Когда Смирнов говорил, что поступок, поступок его героя, я не буду употреблять слово, которое он, которое он произнес, в этой аудитории, потому что оно такое было, крепкое, соленое словцо. Мужчина женится от усталости, женщина выходит замуж из... Сейчас. Мужчина женится от усталости, женщина выходит замуж из любопытства, и тем и другим брак приносит разочарование. Честно говоря, я имел в виду другую фразу, это значит не он. Нет, 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 что-то другое там было, я не помню, это значит не он. Вы видите, у него есть тоже что-то подобное. У каждого есть мнение на этот счет. Женщина выходит замуж, чтобы привязать к себе мужчину, а мужчина женится, чтобы женщина от него отвязалась. Ну вот что-то вроде этого. Что-то вроде этого. Ну, мне кажется, всем присутствующим здесь, всем понятно, даже если не из каких-то текстов, из просто внутреннего, собственного ощущения, вы же понимаете, что нас с вами разделяет. Я говорю, обращаюсь к женщинам. Сейчас, что я хотел сказать по поводу, а, да, по поводу мотива, да, 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 вот. Смирнов говорит, что Андрей, ну он же у вас просто чудак. А, вот, нашел чудак, на букву М, если помните, Шукшина. Я говорю, а почему же, как же? Он говорит, ну зачем? Вот скажите, зачем этот парень говорит ей, что он будет делать с завещанием? Ну зачем? Ну он просто чудак. Вот. Я пытался ему найти какой-то нормальный ответ. Пытался подыскать. Но не смог. Не смог, потому что действительно, в общем, резонов-то нет. Такой, знаете, я сказал, ну вы понимаете, он просто решил быть честным человеком. Он принципиален. И он абсолютно считает, что он защищен. Потому что он не может себе даже вообразить, что такой исход возможен. И поэтому он как честный человек, он говорит, нет, я считаю, что если у меня есть решение, я должен тебе все это рассказать. К тому же он полагает, что он справедливо делает. Вы знаете, я вам скажу, он имеет право на это. Ну согласитесь. Возвращаясь к тому положительный и отрицательный персонаж. Человек. Он просто человек. И любой человек имеет право на то, чтобы распорядиться тем, что у него есть по своему решению. Он же говорит ей, она говорит, так ты все деньги отдаешь Катерине. Он говорит, так, 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 стоп, секундочку. Ну во-первых, их не все. Далеко не все, он уточняет. Далеко не все, это значит, что он обеспечивает ее до конца жизни. Он не сказал сколько, он только сказал, что поверь мне, ну поверь мне, человеку, живущему, предположим, условно говоря, на остоженке, что такое поверь мне. Я недавно смотрел документальный фильм о студенческом, извините, меня наносят с одной темы на другую. Сейчас я закончу ответ и вернусь к запискам обязательно. Подождите секунду. Значит, посмотрел фильм, документальный фильм, документальный фильм о стипендии, стипендии студентов. Вы не видели? Такой есть фильм. Парень один провел эксперимент на 2200 рублей, он попробовал, не пользуясь деньгами, никакими более, попробовал прожить. И через месяц был кошмар, просто ужас. И там, среди прочего, были какие-то люди, которые высказывались о том, отвечали на простой вопрос. Как вы думаете, вот 2200 у студента стипендия, какие-то двое взрослые, мужчина и женщина, какой кошмар. Сколько? 1100. Ужас. Я просто, вот знаете, я говорю, зачем я сижу, смотрю этот фильм? Не я должен его смотреть, его должны вот эти господа смотреть, которые, властители, вот они должны это увидеть. Так вот, а значит, и там несколько человек высказываются. Мужчина один со своей женой на рынке, им задают вопрос, он говорит, кошмар, да вы что, бедный вы студент, неужели вы столько получаете себе? Кошмар, а мы и не знали. Ужас. Он говорит, а как вы думаете, сколько должно быть? Ну, она его опережает, ну, тысяч, десять, восемь, он говорит, ну, пятнадцать хотя бы. У каждого свое мнение. Потом у студентов опрашивают, все говорят, десять, восемь, и вдруг показывают одну студентку, она говорит, ну, я думаю, тысяч сорок должно быть. Ну, я так думаю. Так что, а я к тому, сколько он там ей положил, вот этот прожиточный минимум, причем, понимаете, эта форма, он ее избрал, он понимает, что если он отдаст ей просто все, по случаю смерти, она получает это, то она вбухнет все это туда, он это понимает. Он отдал ей вот так соразмерно, ежемесячно, до конца своих дней, ты будешь получать то, и так далее. То есть, он не лишил ее всего, ну, можно так сказать, ведь можно. Нет, она посмотрела на это по-другому. Так что, к чему это я говорил? К чему это я говорил? К любви, к любви, почему он вошел с ней в эти отношения, вспомнил. И в результате я в конце концов ничего не нашел, что ему ответить, кроме того, что, ну, понимаете, он искренний, честный человек, вот он такой принципиальный, и все. Он говорит, нет, все равно чудак. Я говорю, хорошо, тогда такой вас ответ устроит, если он этого не сделает, у нас просто не будет фильма. Он говорит, ну, вот это меня устраивает. Так что, и здесь так же, если бы, могу сказать, если бы не было этого брака, то не было бы сюжета, да, не было бы завещания, не было бы и так далее. Андрей Петрович, последний вопрос из зала. И к запискам. Да, и к запискам. Андрей Петрович, мне бы хотелось, немного отличить от темы фильма Елена, и затронуть один фильм, о котором еще ничего не было сказано. Вот у вас есть короткометражка в рамках проекта Эксперимент 5. Вот на самом деле, вещь, на мой взгляд, крайне гениальная. Крайне гениальная. Это что? Это надо записать. Это супер. Дальше нельзя. Крайне гениальная. Ну вот, для меня один момент остается непонятным. Что символизирует пара влюбленных на заднем плане и девушка, которая управляет волосы в туалете? Вот молодой человек, который был с девушкой на заднем плане, тоже выходит из туалета. Ну, я ничего не хочу. Да, я понимаю вас. У меня вот эти моменты остаются непонятными. Вот слушайте, мы опять вернулись к этим женским и мужским комнатам туалетным. Каким-то причинливым образом. Нет ничего такого, на самом деле. Просто нужно было придумать некое пространство, где они пересеклись бы, чтобы мы заметили этого парня. Ну, просто, что вот он есть, заявлен в кадре. Потом второй план, когда он подходит и садится к этой девушке. Мы должны были просто зацепить некий крючок внимания зрителя, что вот эта пара есть здесь. А для чего? Просто у меня различные предположения. Нет, нет, ничего. А, даже так? Нет, ну, кстати, были такие мысли. Были не такие мысли, а знаете, какие? Я думал так, что... Ой, я вам... Ох, если бы у нас было время, я бы вам рассказал, что на самом деле, вообще говоря... Ну, это... Не, 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 сейчас. Подождите. Значит, вот смотрите, что. Когда они проходят мимо друг друга, согласитесь, совершенно очевидно, что эти люди друг друга не знают. Ну, если бы это был муж, ну, как может в голову прийти идея, так это ее муж и сидит и целуется вот с этой барышней. А как же, если мы только что его видели, две минуты назад, они встретились и разошлись, как незнакомые люди. занимает женщину, может, она тем самым захотела полностью разрушить отношения, вот увидела и подумала, зачем мне это теперь? Нет, 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 нет. Это... Нет, ну, мне кажется, это странная ваша идея. Может быть, поэтому вам показался фильм крайне... Нет, крайне гениальным. А? А? Нет, я думаю, что нет. Мне кажется, там нет никакой пищи для того, чтобы предположить, что это ее муж. Нет, ну, хорошо, но... Кроме одной. О которой позже скажу. Сейчас отвечу до конца на ваш вопрос и, наверное, расскажу. В общем, одним словом, если они встречаются в коридоре, нужно было ему откуда-то выходить, ну, не от барной же стойки. Понятно было, что она должна быть в туалете, она должна прийти в место уединения, ей нужно сжечь конверт и так далее. Там больше не было никаких других, как бы сказать, причин, чтобы он оставил девушку, сидящую на диване, и куда-то удалился. Поэтому он выходит из этой комнаты. И все. Одно то, что они проходят мимо друг друга, по мне, так сразу очевидно говорит о том, что эти люди друг друга не знают. Мало того, тут есть еще и другой какой-то смысл, конечно. Вообще, всякий раз, когда вы видите в кадре мужчину и женщину, проходящих мимо друг друга, это всегда некая возможность. Согласитесь, так работает, так работает, как бы сказать, вычленение из всего обилия пространства некого композиционно завершенного фрагмента. Когда я помню в фильме «Ночь», в затмении Антониони, она приводит его, Моника Витти приводит его, Аллена Делона, в свою квартиру, они входят в комнату и там стоит кровать. Я навсегда запомнил это ощущение, что если в комнате, мы видим в кадре комнату, кровать мужчины и женщины, это сразу, вот этот тройственный союз создает сразу напряжение. И, кстати, сказать, мне как раз в изгнании это работает, вот та ситуация, когда Роберт остается с ней наедине, она еще лежит и так далее. Мне казалось, там сгущение такое, что вот сейчас все случится. На этом там построено вот это напряжение. И далее, по поводу девушки сидящей, никакого символа, это просто одна из, как бы сказать, версий, ну не знаю, как сказать, ну вот здесь некое событие, вот она приняла решение, она не хочет заглядывать туда, все, она ушла из этого пространства, а мы остались на какой-то паре, мы можем думать о них все что угодно, это могут быть любовники, это могут быть тайные встречи, а может быть наоборот, мы ничего не знаем об этом. И в тот момент, когда девушка смотрит в кадр, мне кажется, это просто, знаете, как бы сказать, передача нам такого, как бы сказать, напрямую трансляция вот этой идеи, да, это тайна, это действительно так. То есть, это как бы такое подтверждение этой мысли, простой, мне кажется. Вот, вот так. Если разрешите еще один вопрос по поводу вашего отношения с актерами, было ли у вас во время съемок такие случаи, когда у вас на определенной сцене было свое видение, но вам подарил актер, говорил, вот, мне кажется, я хотел бы здесь играть по-другому, что-то в свое поднести. Было ли такое, чтобы вы не просто шли на компромисс, а отказывались от своего мнения и перенимали мнение актера по поводу сцены? Ну, очень часто актеры предлагают сказать по-другому слова, потому что это им неорганично. С этим не то, чтобы приходится считаться, а это даже правильно, помочь ему, чтобы он чувствовал себя более комфортно. Но, скажем так, радикально другое решение сцены, чем то, что мне представлялось, это неправильно. И лично я не иду на это. Есть представление о том, как это должно быть. Все, и нужно двигаться в этом направлении. Бесконфликтно просто идти туда. Если актер что-то предлагает, ты говоришь ему, ну, давай попробуем, в репетиции он пробует. Ты видишь, что в этой попытке некого другого есть положительные моменты, а вот здесь не надо жать, не надо там громко кричать или там не надо бить кулаком по столу. Не надо этого. Давай обойдемся. Ну, хорошо, давай попробуем. Пробуем так, пробуем сяк. Ну, какие-то такие совсем незначительные нюансы. И все. Но поскольку я исхожу все-таки не из того, что актер должен создавать характер, а исхожу из того, что актер должен собою, своим естеством заместить персонажа и просто наполнить, насытить это пространство своей сущностью, то тут конфликтов особых не бывает. Вот как-то так. Теперь вопросы, давайте вот эти вопросы, давайте я на них отвечу. Что для вас источник вдохновения и внутренних сил в жизни и творчестве? Источник вдохновения. Очень трудно об этом говорить, я даже не знаю. То же, что и у всех остальных. Одним словом. Одним словом, чтение. Книги, фильмы, музыка. Все, что у других, я думаю. А семья? А? А семья. Семья? А, семья, семья. Вы имеете в виду, вот пришел в лоно семьи и отдохнул душою, да? Знаете, ну там непоседа такой, что он вообще отказывает тебе вообще в пространстве. Просто, просто нет ничего. Моего пространства в доме нет. Просто нет. Вообще отсутствует. Это существо и в двух лет от роду. Оно заполняет собой все. Все. На протяжении суток засыпает вместе и не дает спать и колотит по роже и прыгает на тебя, когда ты без сил приходишь. Так что дома вот как бы возможности какой-то работы практически нет. Но, наверное, это дает силы. Это как-то просто смена рода занятий. Честно говоря, я вот должен признаться, я человек как-то так устроен. Меня я говорил вам уже, я счастлив абсолютно, когда фильм запущен. Все. Тогда я становлюсь нормальным человеком, цельным, знающим, что я делаю, куда я движусь и вдохновенным, что ли. Я знаю, что я хочу, и это все происходит. То, что вы называете вдохновением и так далее. Когда у тебя три замысла, про которые ты все знаешь, они страшные по объему задач, там, воссоздать такой мир нужно, что я даже не представляю, сколько мы сил на это угробим, но я знаю, что я хочу это делать. Понимаете? И когда они у тебя на всех парах, как на старте, лошади, которые хрипят и готовы двигаться, а они здесь у тебя в этом загончике ждут, это очень тяжелые минуты. Поэтому тут радости особо ничего не приносят. Ну, кроме той, такой и такой обыкновенной. Я не домашний человек, я все-таки такой путешественник. Я говорю сейчас не о путешествиях из страны в страну, а о какой-то такой жизни. Поверьте, вот мне сколько лет уже много, у меня на сегодняшний день нет моего места обитания. У меня нет жилья. Вот так, попросту сказать. Если вы поздно рассмотрели, я там ему признался. Он нашалел, честно говоря, он никак не ожидал. Он думал, что у меня и дача есть, и приусадебный участок, и недвижимость за границей. Ничего этого нет. Если бы это было, наверное, не было бы таких не знаю, может быть. Как часто вы бываете в Сибири? В Сибири? С премьерами. Я бываю там с премьерами в основном. Вот, то есть, раз в три года вот так. С Нью-Йорком был там Нью-Йорк, маленькую новелку, но привез, потому что хотел там побывать. Там есть друзья, какие-то близкие люди и так далее. Можно? Еще один. Ну, давайте. Очень далеко, чтобы бумажка передать. Давайте. Скажите, после того, как уже фильм готов, активно вы принимаете и участие, есть ли какой-то у вас критерий контроль на тему, как он дальше будет? Пост-продакшн на трейлер, я не знаю. Я понял. Пост-продакшн обязательно. Пост-продакшн это производство фильма. Пост-продакшн понятно. Ну, это безусловно, конечно. Готов продать дистрибутору? Я сижу на озвучании фильма от сих до сих. То есть, я не могу отпустить это доверить кому-то. Не из того, что я не доверяю, а я не могу не насладиться этим процессом. Сведением звука, например. Я обожаю этот процесс, и я работаю до самого конца, пока цветокоррекция не сделана, не напечатан принт. Все. Дальше мне очень трудно, например, работать с роликами. Роликами, трейлерами так называемыми. Вот здесь на сайте нет ни одного трейлера, потому что я терпеть не могу трейлеры, которые были сделаны к изгнанию, официальный трейлер, к Елене. Я не люблю этот трейлер. Активно его не люблю. Не люблю эти надутые щеки, знаете, автор возвращения, пальмовые ветви, новый фильм, вот это все. Это просто не мой стиль, как бы сказать. Я совершенно по-другому все это сделал. Но я не умею этого делать. Я не могу взять фильм и превратить в две минуты экранного времени. Все трейлеры, которые есть, вот трейлер на фильм «Изгнание», это да, это мы сделали. Вот этот трейлер. Самый первый в списке трейлер, где мы съездили в Бельгию на две недели и сняли там очень достаточное количество материала, минут, наверное, полезного хроноветража, минут 15, может быть, 20. И из этого материала мы сделали трейлер, который, в общем, достаточно хорошо передает атмосферу фильмов, но при этом это только две недели съемок и только экстерьеры на тура в Бельгии. Потом был большой перерыв, огромный перерыв до лета, с осени до лета 2006 года. И в мае, когда наш дистрибьютор поехал в Канны, она сказала, сделайте из этого какой-нибудь ролик, я буду дистрибьюторам мировым предлагать этот ролик как фильм, который готовится. Вот это мы сделали. Там, правда, музыка лежит. К сожалению, я не знаю, что делать с правами, потому что там музыка не купленная. Я не знаю, кстати, может быть, нам претензии предъявят. Там Бах, кстати, лежит. Бах, который у нас не использовался в фильме. Вот. Второй, третий ролик вообще кто-то выложил в Ютьюбе. Кто-то это сделал. Это даже не ролик, это один план над ручьем, панорама над ручьем. Мне показалось, это очень интересно и выразительно может быть. А второй ролик, а второй ролик, а второй ролик был сделан нами, с Мишей, с Кричманом. Просто себе в удовольствие сделали. Вот. А официально, вот этот трейлер, да, трейлер, который с пазлом Благовещинина начинается. Не начинается, а логотип. Вот. А трейлеры, да, честно, я вам скажу, я не люблю. Я не люблю этот язык. Не понимаю. Не понимаю. То есть, это должно быть как-то по-другому. Скажем, я предлагал, давайте на Елену сделаем так. У нас минута 20 и длится первый план с Вороной. Вот просто поставим его. И кратенько там Елена, фильм такой-то, ждите 29 сентября. в эфире. Может быть, даже Ворону не давать, чтобы не продавать. Потому что этот кадр все увидят в любом случае. Кстати, те, кто опаздывает, часто не ловят его, и очень жаль, потому что надо увидеть, потому что это же важно, это же ронда, это же круг. Вот. Так, как вы работаете со сценаристом? Как происходит процесс написания сценария? Как разделяются полномочия между вами и сценаристом? Нет, мы не разделяем никаких полномочий, мы просто садимся и проговариваем тему, тему, которая нас заинтересовала. Или, например, кто-то говорит, слушай, а вот представь себе, если сделать историю русалки, русалки как мифологического существа, вот эта женщина, омут, женщина как омут, вот такие вот смыслы, да-да-да, вот эта история могла бы сюда лечь, и так далее. Мы все это обсуждаем, наваливаем, наваливаем, что-то удаляем, что-то возвращаем или привносим новое. И это как-то формируется в некую такую туманную, пока неясную историю, которая мало-помалу там прорабатывается, появляются штрихи, детали, эпизоды. И потом Олег, как правило, так, Олег уходит, уходит, исчезает. Счастливо, счастливо, ребята, пока. И пишет, вот так было с Еленой, 2 февраля 2009 года я пополучил этот прополсал, в конце марта был готов сценарий. Вот два месяца мы разговоры разговаривали, а потом за 10 дней, реальных, календарных 10 дней, Олег написал сценарий Елены. Вот, так что я не знаю, как говорить о разделении. Это не разделение, это товарищество, это дружба, это семья. Вот вы сказали о семье, эти люди являются членами моей семьи. Я сейчас, может быть, какую-то такую вещь скажу, опасную, страшную, страшно будет звучать, может быть. Но, во всяком случае, я думаю, что мужчина имеет право на это, может быть, женщина нехорошо, но мужчина может это сказать. Есть такая фраза, по-моему, у Шиллера. Не кровь и плоть делает нас отцами. Вот, в этой связи, что я хочу сказать. Не кровь и плоть делает нас родственниками. Согласитесь со мной, что иные люди, являясь просто прямыми нашими родственниками, с которыми, казалось бы, надо, и так далее, отчего-то так далеки от нас, что люди, которые не имеют к нам никакого отношения кровного родства, настолько бывают близки, что ты готов их заключить в объятия своей семьи, своей жизни, и сделать их вот просто своей собственностью или себя отдать им в собственность. Понимаете? Вот это духовное братство, духовное единство, это невероятно сильный, сильнейший магнит, опровергающий идею о крови. На самом деле ничего тут страшного нет. Это мысль Христа. Он говорит, оставь всех, мать свою, всех оставь. Иди туда, где духовное, туда, где твои братья духовные. Вот так. Я сейчас без религиозного контекста я просто говорю о том, что эти идеи, они существуют, вот существуют, и все тут. 6-16. Значит, мне нужно быть через два часа. Сейчас успеем. Какая книга, какая книга определила вашу жизнь, ваш любимый автор? Я не могу сказать. Их много. Правда, нельзя так сказать. Вот, ну, может быть, маленький принц. Ну, это будет подтасовка. Просто тут пришло письмо, маленький принц, и он нарисован. Тут рисунок этого самого экзоперии и так далее. Ну, было дело. Я однажды с этой книжкой уехал в армию. Я не читал к своему стыду до 20 лет эту книжку. Мне ее вручили, и я в армии спасался, в общем, этим текстом. Ричард Бах, человек по имени Джонатан Ливингстон, тоже меня там вытянуло просто, как Мюнхгаузен, за волосы из этого болота, вера в то, что все можно одолеть вообще. Ну, вы знаете, эту вещь, она просто удивительная. Я не знаю, правда, во сколько нужно ее читать, там, в 14, в 12 или в 20, у каждого своя встреча с этим. Понятное дело, Достоевский, я об нем тоже много говорю, уже даже, честно говоря, надо бы перестать. Вот. Был такой период, когда я просто просто жилым, болелым. Я говорил его языком, вот этими, дескать, вот этими репликами из двойника, но, дескать, вот этими всеми словечечками, я просто начал так говорить и бил себя по губам, чтобы как-то заговорить по-другому. Я говорил так. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Язык Достоевского, он причудливый достаточно. Вот. Но Набоков его терпеть не мог, но мне он нравится. Огромное вам человеческое спасибо. Ваши фильмы действительно помогают заглянуть в себя. Мы часто забываем это делать. Спасибо вам. Кто-то написал, что положительных героев в... Кто-то написал, что положительных героев в Елене нет. Скажите, если у меня возникла симпатия только к одному персонажу, Катерине, со мной что-то не так, с вами все... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С вами все так. С вами все так. Кстати, на сайте есть статья, один человек так считает вообще, что это просто герой нашего нового времени. Катерина. Катерина, герой нового времени, герой десятых. Эта статья называется «Убить монстра». Прочтете, поймете, о чем я сейчас говорю. вот кто-то считает ее даже героем. Я нахожу в этом смысл какой-то. Вот кому-то я об этом сказал, я не помню, даже знаю, помню кому, неважно, на что получил в ответ, как это у вас уже стали героями наркоманы. И я говорю, скажите, и я говорю, а вот вам не приходило в голову, что вот когда Катерина говорит, что секс и наркотики по выходным я теперь так живу, что это просто бравада, что нет никаких наркотиков, может быть. Она говорит, да, не приходило. Ну вот пусть придет, пусть придет. Вот как-то так. Во всяком случае, это единственный человек, который здраво ясно оценивает ситуацию, видит сокола от цапли и отличит за версту, говорит прямо то, что думает. Это то, чего нашему обществу сейчас не хватает. Об этом, кстати, этот человек и пишет, автор статьи «Убить монстра». Это то, чего нам не достает. Мы слишком много врем. Это то, что вообще со страной происходит. Мы держим в себе правду, не отпускаем ее, боимся. Мы действительно боимся. Но если вы помните эти времена сталинские, да? Ну, я имею в виду прошло, прошло это, я их тоже не помню, к счастью. Прошло время, да, и вдруг люди заговорили, сказали, как это было ужасно, мы же все это помним. Так вот, знаете, что все пройдет и потом наши дела останутся. Наши дела останутся. Мы говорили правду или не говорили, ссылались там на Сталина или нет. Понимаете, Сталин дело даже не в нем. Он создал систему, а дальше мы делали ее, осуществляли мы. Мы лгали, боялись, врали, убивали и так далее. Я сейчас говорю о нас, как о, понятно, о человеке. Так что, сейчас, мне кажется, пришло время говорить правду. Это очень трудно делать, но это нужно делать. По возможности, конечно. по возможности и так далее. В Елене вы констатируете факт, воздерживаясь от субъективных оценок. Видите ли выход из ситуации, рассказанной в фильме, способ вырваться из серости. Если да, то в чем? Способ вырваться из серости. Но он всегда есть. Он есть всегда. Вот, кстати, сказать, последний план очень многие, кстати, говорят, что последний план. Я говорю, какой последний план? План – это, то есть, вот, склейка, знаете, это язык, на самом деле, кинематографический план. Это вот, когда кадр сменяется один на другой, вот следующий план, пока он длится, это все план. Последний план фильма, вы знаете, вы помните, это дерево, отъезд, от балкона, они за черепети и так далее. Я говорю, вы какой имеете вы план в виду? Она говорит, ну, ребенок, последний план. Я не раз уже это встречал. Все люди абсолютно убеждены, зрители, что последний план – это именно ребенок, настолько он сильно работает. Так вот, кто-то видит в этом ужас и морок, и, в общем, наверное, справедливо. Кто-то даже высказался так, где-то я читал, что когда он начинает вставать, шевелиться, в тебе просто возникает какое-то шевеление ужаса, ну, вот такие субъективные ощущения. А кто-то, например, как-то по-другому высказался. Но я хочу вам сказать следующее по поводу серости и выхода из нее. Младенец, который лежит на этой постели, на самом деле это зарождающаяся жизнь. Да? И во что она вырастет и кем она станет, зависит только от нее. Даже не от среды. И недавно видел фильм документальный про мальчика слепого. Вы знаете, он сейчас популярен, но о нем много говорят. Музыкант, пианист. Гурченко тогда. Да, Гурченко его подняла, как-то так, сделала ему пиар и все такое. Он этого заслуживает. Я видел документальный фильм о нем. Он невероятный человек. Вот, то есть, понимаете, когда у тебя есть глаза, руки, ноги, у тебя есть все, у тебя есть молодость, и ты сидишь, как Сережа в фильме Елена, на диване. А рядом с тобой человек в общем, в каком-то там маленьком, захолустном городке. Если вы увидите этот фильм документальный, вы поймете, о чем я говорю. Это культурный человек. Он юный, он слеп, он играет музыку от классической до джаза, он развитый человек. И видно, что в нем такой потенциал как бы вот вытянуть себя, как Мюнхгаузен из этого болота, за волосы, он просто это сделал. Понимаете? Или я там тоже пример, ну, примеров много, дело не в среде. Дело в том, что ты поставил целью для своего осуществления, осуществления себя самого и так далее. так что из любой серости можно выбраться. Про конец. В конце фильма звучит та же музыкальная тема, что и в бассейне. Инфаркт. А малыш один на кровати в комнате. Это наказание или я не поняла? Ну, во-первых, хочу сказать, что музыка везде одна и та же. Она звучит в фильме четырежды. Трижды. Первый раз она звучит на дороге Елены. Это одна и та же музыка. Это третья симфония, третья часть симфонического сочинения четырехчастного Филиппа Гласса. Так вот, она звучит везде, то есть она является грифреном этого фильма, не только в бассейне. Поэтому, скажем так, я бы не стал проводить параллели с инфарктом Владимира, кроватью Владимира. Вот в такой связи именно на музыке замешивать. Нет. Музыка здесь звучит в тот момент... Да нет, тут объяснять не нужно. Это невозможно объяснить. Объяснить невозможно, почему она там звучит. Она там просто есть и все. Ну, а как вы решили, что именно там вы будете отвечать? В финале? Например, в бассейне. Это интуиция. Потому что у меня личное ощущение, что это совесть в нем. Это исключительно интуитивное ощущение, что это должно быть здесь. Все. Музыка могла закончиться раньше. Я так решил, что в эпизодах, где дорога Елены, дорога Владимира, вторая дорога Елены, там должны звучать эти фрагменты. Ну и в финале. Полностью уже развернутая часть. Так вот, она могла начаться раньше или позже закончиться. Место входа и выхода в фильме музыки, входа и выхода определяешь исключительно интуитивно. Поэтому она там осталась. Мне показалось, что она должна быть в бассейне и тянуться вплоть до вот этого посыльного, непосыльного, кто приносит продукты. Можно, пожалуйста, вопрос? Да. Не кажется ли вам вообще, что есть какое-то внутреннее противоречие между форматом показанного кино и вашим тезисом о внутренней свободе художника? Я прошу прощения еще раз. Не кажется ли вам здесь внутреннее противоречие между форматом показанного кино и тем, что художник должен быть свободен? То есть прокатанное кино именно ограничивает художника? Согласен, да. Не прокатанное кино, но я соглашусь с тем, что очень трудно делать то, что ты считаешь нужным, свободно, в том ритме, в котором ты считаешь должно все развиваться, потому что ритм очень многое определяет. Прокатчики говорят как-то медленно, ну и так далее, это понятно. Но нужно делать это, а что сделаешь? Авторское кино зрителям своим имеет тончайший слой вообще, не только в России, вообще в мире. Это 5% населения. Это такие общие цифры, давно известные, и этот процент не меняется со временем. Вот и все. Поэтому ему трудно идти к зрителю. Для этого были придуманы фестивали, для этого они существуют, потому что фестивали дают трибуну, дают возможность фильму быть увиденным, услышанным. Так что... Как вы относитесь к декологу Киселевского в этой связи? Замечательно. Это прекрасное кино. Киселевский – это большой режиссер. Тут спору нет. Деколог – это замечательная вещь. Женщины выходят замуж за обещание, мужчины женятся на надежде. Ну, тоже, кстати, хорошо. Наш точно на надежде. Ее, правда, зовут Елена, но Надежда Маркина. Так, можете ли вы сказать «В глубине души и всегда мечтал снимать кино, и теперь вы, и теперь профессию чуть... И теперь профессию чувствую себя на своем месте». Алена, хотели бы вы экранизировать какое-нибудь произведение русской литературы, Ирина. Возможно, что это случится когда-нибудь, как экранизация литературного произведения. Очень может быть. Русская литература. Может быть, были такие мысли, но пока не хочу об этом говорить. Ваш любимый поэт русский, извините за такое. Русский поэт? Да. И почему Бродский? Почему Бродский? Я знаю, что вы к Бродскому тянете. А я думаю, как бы от Бродского. Бродский, почему Бродский? Да по простой причине мы приехали в Нью-Йорк, нам нужно было что-то придумать. А, соня. Надо было что-то придумать. Мы оттолкнулись от того, что Бродский и потом там Оден звучит. Его любимый Оден, которого он просто боготворил. Вот Оден жил в Америке, ровно половину жизни, как пишет в своем эссе Бродский, он прожил в Лондоне. Такой трансатлантический поэт. Нет, он же родился в Лондоне. Сначала в Лондоне, потом в Шуцаре провозили. Ну, в общем, какую-то половину жизни он прожил в Европе, а другую половину в Америке. Они были даже знакомы и так далее. Вот. У него лекция, есть целая большая лекция об одном его стихотворении. Вы все это знаете. Так вот, мы решили как-то это соединить. Вот. Нам, кажется, мне кажется, удалось. Нет, что-то такое. Ну, во всяком случае, ну, что-то мы какое придумали. Но, конечно, это не просто на ровном месте. Из какой-то своей непривязанности, любви, это, конечно, огромный поэт. Великий поэт. Что тут говорить? Новостей никаких не открою. Так, была какая-то записка, я не успел на нее ответить. Про... Вот только что она была. По поводу экранизации литературы. Можете ли вы сказать, в глубине души всегда мечтал снимать кино? Может быть. Может быть. Можно было бы так сказать, хотя это будет, конечно, подгон. Потому что в 16 лет я поступил в театральное училище, не закончив школы, после 9 класса. Это было возможно в то время. Это было Новосибирское театральное. Я грезил, бредил с 8 класса, может даже раньше, сценой, театром. Я мечтал об актерской карьере. Я мечтал быть актером всю свою жизнь. Вот. Сейчас как-то это отступило. И никогда не помышлял о том, что я буду режиссером. Это случилось как-то неприметно для меня самого. Сначала я снимал рекламные ролики. Рекламу это был исключительно способ заработка и выживания. Вот. А потом как-то... Ну вот после Антониони, наверное, я мечтал... После того, как я меня перевернул Антониони с приключениями, я мечтал найти такого режиссера, который бы вот так относился к реальности, к актеру, к существованию актера в кадре и так далее. А мало-помалу, позволю себе шутку, не найдя такого режиссера, я решил ему стать сам. Уж извините. Вот. Нет, у меня ощущение... Нет, это, поверьте, это не притязание на величины, потому что Антониони, я считаю, совершенно гениальным человеком, он открыл, на самом деле, кино. Он открыл этого джина. Вот до 60-го года, до этого открытия, как мне кажется, были великие фильмы, грандиозные фильмы, и Мурнау, и Дрейер, и куча других имен, понятное дело. Но он вдруг смело шагнул на другую территорию. Если вы увидите приключения, затмения, или ночь, вы поймете, о чем я говорю. До него кино было другим. Это вообще, это ренессанс, кино. Это вершина. Это его, как бы сказать, он нашел свой язык. Кино. Кино обнаружило, кто оно есть, на самом деле. Вот так. Ему потребовался путь в 60-70 лет, к тому, чтобы прийти к Антонионе, родить его, как идею, как смысл. Так, сейчас, одну секунду, одну секунду. По поводу я судьбы, по поводу судьбы. Я сейчас почти убежден, я на своем месте. Я уже не раз это говорил, что я обожаю это состояние, поэтому я считаю, что я занимаюсь, я нашел себя, и в этом смысле я счастливейший человек. Вы не хотите сами сняться в своем? Нет, никогда не было таких идей. Пока не было, может быть, возникнет. А почему именно черно-белый фильм Антонионе вы перечисляете? А потому что он просто был черно-белый. Не только поэтому. Нет, не только поэтому. Это были черно-белые фильмы, и все. Я думаю, что они были бы цветными, если бы цвет был придуман раньше. Думаю так. Нет, мне нравится и Блуап его, конечно, Блуап – замечательный фильм. Но, кстати сказать, можно говорить о том, что фильм «Нью-Йорк я тебя люблю», о котором мы сейчас говорили, это дань уважения. Ну, так это и было. На самом деле, я свел там Картасара. Вот актеры, которые сидят на пирсе, это Карла Гуджина и Горан Вишнич, они произносят текст из Картасара. Моего любимого Картасара в свое время. Я грезил им. Я мечтал поставить игру в классики, в кино, но не представляю, как это можно было бы сделать. Разве что перепутав части, не проименовав части, чтобы киномеханик ставил ту часть, какую заблагорассудится. И это был некий такой внутренний для меня дань уважения Картасару, потому что они произносят текст из 20-й главы «Игры в классики» сцена расставания магии Оливейры. Вот. А далее это был просто... Это в тот год, в те дни, когда мы вели переговоры о проекте «Нью-Йорк я тебя люблю», как раз в эти дни умер Антониони. И по сути Блоуап и то, что вы видите... Если вы не видели фильм Блоуап, фотоувеличение, если не видели, то посмотрите обязательно, во-первых, Прекрасный фильм. Кстати, по Картасару снятый. Вот какая цепочка тут была, я вспомнил. Поэтому Блоуап снят по рассказу Картасара «Слюни дьявола», снят фильм Блоуап. Далее такая цепь, наша история с видео, укрупнение, тоже фотоувеличение, видеоувеличение и вглядывание в ту реальность, которая снята, в которой произносится текст Картасара. Это только понятно мне, больше никому, но мне это важно. Скажите об изгнании. Да, все, сейчас заканчиваем. Все, знание с красной пустыней, с красной пустыней, с красной пустыней, это... Нет, с красной пустыней, пожалуй, не было параллелей. Нет. Хочу сказать, хочу стать режиссером, учусь МГИМО, что делать, становиться режиссером, становиться режиссером. Я вам хочу сказать вещь простую, незамысловатую, но которую вы наверняка знаете, нет ничего более прекрасного, чем заниматься искусством. Это вот мой опыт мне говорит об этом. Ничего. Это самое прекрасное занятие на свете. Обусловлен ли был выбор актрисы на роль Катерины тем, что Елена Лядова играет грушеньку в «Братьях Карамазовых». Я не видел «Братьев Карамазовых». Я... Нет, это никак не обусловлено. Вообще никакие опыты. Ты просто видишь что-то, понимаешь, что с этой актрисой надо встретиться. Она приходит, пробует сцену, она сделала сцену в кафе, сцену с Еленой. И сразу было ясно, что она Катерина. Вот так просто отвечу вам. Она идеально просто сплавилась со своим персонажем. Идеально. Без зазоров. Вы сейчас в театр ходите, что-нибудь нравится, хожу и непосредственно сейчас, в настоящий момент, опаздываю на спектакль. Спасибо.